Девушки отдыхают Пирожки, пойдем покушаешь? Здравствуй, Баба Капа! Здравствуй, Лунтик! Здравствуйте, Пупсень и Вупсень! Ага! А где здесь пироги, которые нас пригласили есть? Фу! Какое бескультурие! А че? Так, никаких пирогов, пока эти грубияны не научатся себя вести как следует. Сейчас же смотрим на наши семейные фотографии. На них все отлично показано. Я чихнула, и Шер желает мне выздороветь. Говорит, будьте здоровы, Капа! Шер проснулся, а я вошла пожелать ему доброго утра. Здесь мы с генералом Шером встретились. Он говорит мне, здравствуйте. Тут Шер провинился и просит прощения. Он говорит, или извини, или прошу прощения. Шер просит меня передать ему соль и говорит, пожалуйста. Шер кушает, и я желаю ему приятного аппетита. Тут я приготовила Шеру пирогов. Он покушал и благодарит меня. Говорит мне спасибо. Я ложусь спать, и Шер желает мне спокойной ночи. Тут Шер уходит, и я прощаюсь с ним. Говорю, до свидания. Ну вот теперь вам все понятно? Кажется, да. Извините нас. Пожалуйста. Ну, это совсем другое дело. А теперь можно нам всем пирогов? Ну, конечно. Приятного вам аппетита. Спасибо. Здесь у нас хранятся дипломы для лучших учеников. Поздравляю! Ты справился с первым своим заданием. Выполни все, и ты получишь приз. Нажми на эту кнопку, и увидишь, какие задания ты прошел, а какие остались невыполненными. Здравствуй, дедушка. А зачем это у тебя молоток в руках? Я тут кое-что сделал в мастерской. Хочешь посмотреть? Конечно. Лунтик, посмотри, какой я сделал стенд. Красота, правда? Э-э-э, да. А для чего он? О-о-о! Я буду учить по нему правила поведения на дороге и всему, что с этим связано. Здорово! А можно я буду первым, ну, учеником? Ну, конечно, внучок. Просто покажи, что тебя интересует, а я буду тебе рассказывать. Наведи мышку на тот элемент картинки, о котором хочешь узнать больше. А что это? Это машины. Лунтик, обязательно помни, что ни в коем случае нельзя лезть под машину. Это может очень плохо закончиться. Водитель может тебя не увидеть, и ба-бах! Авария. Вот об этом расскажи. Этот светофор предназначен для машин. Он указывает им, когда ехать. Если на нем красный, машины стоят. Если нет, едут. А что это? Это пешеходный светофор. Он говорит пешеходам, когда можно переходить дорогу. Если горит зеленый, можно. Если красный, нет. Вот об этом расскажи. Это перекресток. Очень опасное место на дороге. Ни в коем случае нельзя переходить перекресток поперек. А что это? Это перекресток. Очень опасное место на дороге. Ни в коем случае нельзя переходить перекресток поперек. Деда, я позже досмотрю, хорошо? Мне бежать срочно нужно. Ну, беги, беги. Я тут подожду. Это мастерская деда Шера. Пойду проведаю его. Здравствуй, деда Шер. Здравствуй, Лунтик. Лунтик, ты уже знаком с правилами поведения на дороге? Ну так, немножко. Ну, немножко это не дело. Идем, покажу тебе кое-что. Лунтик, посмотри, какой я сделал стенд. Элемент красота, правда? Эм, да. А для чего он? О, я буду учить по нему правила поведения на дороге и всему, что с этим связано. Здорово! А можно я буду первым, ну, учеником? Ну, конечно, внучок. Просто покажи, что тебя интересует, а я буду тебе рассказывать. Наведи мышку на тот элемент картинки, о котором хочешь узнать больше. Вот об этом расскажи. Это пешеходный переход. Его еще называют зеброй, из-за того, что он полосатый. Это специальное место на дороге, предостаточное для того, чтобы ее переходить. Но переходить через зебру можно только, если в округе нет машин и горит зеленый свет. А что это? Это пешеходный светофор. Он говорит пешеходам, когда можно переходить дорогу. Если горит зеленый, можно. Если красный, нет. Вот об этом расскажи. Этот светофор предназначен для машин. Он указывает им, когда ехать. Если на нем красный, машины стоят. Если нет, едут. А что это? Это машины. Лунтик, обязательно помни, что ни в коем случае нельзя лезть под машину. Это может очень плохо закончиться. Водитель может тебя не увидеть и бабах! Авария! Наведи мышку на тот элемент картинки, о котором хочешь узнать больше. Вот об этом расскажи. Это пешеходы, такие, как мы с тобой, Лунтик. Это те люди, которые не на машине, и им следует быть очень осторожными, чтобы не попасть под нее. А что это? Это знак пешеходного перехода. Возле этого знака можно переходить дорогу, даже если нет зебры. Нужно только внимательно смотреть, нет ли машин. И не горит ли, случайно, красный свет. Вот об этом расскажи. Это машины. Лунтик, обязательно помни, что ни в коем случае нельзя лезть под машину. Это может очень плохо закончиться. Водитель может тебя не увидеть и бабах! Авария? А что это? Это дорога. По ней движутся машины, и потому ходить по дороге можно только в специально отведенных для этого местах. Вот об этом расскажи. Это пешеходная дорожка. Тот участок дороги, который предназначен как раз для пешеходов. Далеко не на всех дорогах есть такие дорожки. Так что внимательно следует смотреть, выходя на дорогу, есть ли там дорожка. А что это? Это тротуар. Тротуар предназначен только для пешеходов. По нему не должны ездить машины. И ходить там безопасно. Вот об этом расскажи. Это пешеходный светофор. Он говорит пешеходам, когда можно переходить дорогу. Если горит зеленый, можно. Если красный, нет. А что это? Это машины. Лунтик, обязательно помни, что ни в коем случае нельзя лезть под машину. Это может очень плохо закончиться. Водитель может тебя не увидеть. И бабах! Авария. Вот об этом расскажи. Это перекресток. Очень опасное место на дороге. Ни в коем случае нельзя переходить перекресток поперек. А что это? Этот светофор предназначен для машин. Он указывает им, когда ехать. Если на нем красный, машины стоят. Если нет, едут. Вот об этом расскажи. Это пешеходы. Такие, как мы с тобой, Лунтик. Это те люди, которые не на машине. И им следует быть очень осторожными, чтобы не попасть под нее. Спасибо тебе, деда. Я не знал всего этого. Не за что, Лунтик. Главное помни, на дороге очень опасно. И нужно быть очень осторожным. И всегда смотреть по сторонам. Нажми на эту кнопку и увидишь. Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе. Светофор А почему он мигает? Ты светофор узнал? Конечно! Я о правилах на дороге много чего знаю. Ну, давай проверим. Зови друзей и поиграем в одну интересную игру. Заодно и знания твои проверим. Лунтик, смотри. Я тут приготовил картинки с разными ситуациями на дороге. Хочешь поиграть? Конечно, хочу. А что нужно делать? Я буду показывать тебе картинку, а ты должен определить, нарушает муравей правило или нет. Понял. Мне нужно посмотреть на картинку и решить, если на ней все правильно, то нажать на зеленый огонек светофора. А если нет, на красный. Взгляни. А тут все верно? Все верно. Верно. Тут муравей переходит по пешеходному переходу. А так можно вести себя на дороге? Так делать можно. Угадал. Тут муравей переходит под знаком пешеходный переход. Взгляни. А тут все верно? Муравей все делает правильно. Верно. А тут муравей совершенно правильно переходит на зеленый свет. А так можно вести себя на дороге? Все верно. Верно. Тут машина едет по дороге, потому что ей горит зеленый свет. И на дороге нет пешеходов. Взгляни. А тут все верно? Так поступать нельзя. Ты прав. Так нельзя. Тут муравей переходит на красный. Это недопустимо. А так можно вести себя на дороге? Муравей нарушает правила. Да ты отлично знаешь, как вести себя на дороге. А муравьишка, похоже, нет. Он тут переходит через дорогу в неположенном месте. Хотя совсем рядом пешеходный переход. Взгляни. А тут все верно? Так нельзя. Угадал. Тут муравей перебегает дорогу в неположенном месте. А так можно вести себя на дороге? Так поступать нельзя. Ты прав. Так нельзя. Тут машина едет, когда ей горит красный. И едва не сбивает пешеходов. Лунтик, да ты настоящий знаток поведения на дороге. Спасибо, деда. Я просто долго учился и теперь все знаю. Нажми на эту кнопку и увидишь, какие задания ты... Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все и ты получишь приз. Пока, деда Шер. До свидания, Лунтик. Я пойду. Может, попозже еще загляну. Баба Капа летает, трудится как пчелка. Ой, она же и есть пчелка. Дорога к городу моих друзей-муравьишек. Нужно их проведать. Большой муравейник. Правда? В нем живут мои друзья, муравьишки. Ой, пчеленок, а ты что тут делаешь? Кормлю муравьев. Ну, это же очень важное и ответственное дело. Почему ты такой невеселый? Потому что это очень важное и ответственное дело. Слушай, Лунтик, может, ты мне поможешь? Я в одиночку не справлюсь. Я даже не знаю. Давай попробуем. Нужно подавать муравьишкам блюдо. А я так устал, что уже даже начинаю путать, что давать к первому. Вилку и нож или ложку? Ну, это же совсем просто. Давай я тебе помогу. Поможешь нам? Муравьи будут говорить, что они ели только что. А нам нужно подать им все для следующего блюда с транспортера. Я только помыл руки. Теперь я хочу кушать. Теперь у меня есть первое. Но это же еще не все. Теперь у меня есть первое. Хлеб. Но это же еще не все. Не время для этого. И что мне с этим делать? Спасибо. Как раз пора есть первое. Я только что пил чай. Что теперь? Не время для этого. Салфетка. Как раз то, что нужно после еды. Я только что поел второе. Чем еще покормят? Теперь у меня есть чай. Теперь у меня есть сладкое. Чай. Но это же еще не... О, чай и сладкое. Спасибо огромное. Я только что поел первое. Что у нас дальше? Теперь у меня есть второе. Теперь у меня есть нож. И что мне с этим делать? Спасибо. Как раз настала очередь для второго. Я только что поел первое. Что у нас дальше? Теперь у меня есть второе. Но это же... Теперь у меня есть вилка. Второе. Но это же еще не все. Как раз настала очередь для второго. Я только что поел первое. Что у нас дальше? Теперь у меня есть второе. Теперь у меня есть вилка. Спасибо. Как раз настала очередь для второго. Я только что пил чай. Что теперь? Салфетка. Как раз то, что нужно после еды. Я только что поел второе. Чем еще покормят? Теперь у меня есть... Теперь у меня есть... Сладкое. Чай. О, чай и сладкое. Спасибо огромное. Я только что поел второе. Чем еще покормят? Теперь у меня есть... Чай. Но это же еще не... Теперь у меня есть... Десертная ложка. Чай. О, чай и сладкое. Спасибо огромное. Я только что поел второе. Чем еще покормят? Теперь у меня есть сладкое. Но это же еще не все. Теперь у меня есть сладкое. Чай. Но это же еще не все. О, чай и сладкое. Спасибо огромное. Я только что пил чай. Что теперь? Салфетка. Как раз то, что нужно после еды. Я только что пил чай. Что теперь? Салфетка. Как раз то, что нужно после еды. Я только что пил чай. Что теперь? Салфетка. Как раз то, что нужно после еды. Лунтик, я просто даже не знаю, что бы я без тебя делал. Спасибо. Но мы же друзья. Друзья должны помогать друг другу. Пожалуйста, конечно. Нажми на эту кнопку и увидишь, какие задания. Молодец. Ты сделал еще одно задание. Выполни все и ты получишь приз. Ой, Лунтик, постой. Встаю. Не подойдешь ко мне на минутку? Я хотел попросить тебя о помощи. Иду, конечно. Дядя Муравей, так в чем вы просили меня помочь? Все просто, Лунтик. Тебе нужно стоять здесь и встречать муравьишек. Обязательно не забывай здороваться с теми, кто входит, и прощаться с теми, кто выходит. А вот если кто-то из муравьишек кинет монетку в ящик для пожертвований, обязательно поблагодари его. Ну, с этим я легко справлюсь. Я очень вежливый. Огромное спасибо тебе, Лунтик. Очень надеюсь на твою помощь. В этом задании мне нужно приветствовать муравьишек, которые входят. Для этого нужно нажать на кнопку с рисунком рукопожатия. Чтобы попрощаться с уходящими, нужно выбрать кнопку с рисунком машущей руки. А вот если кто-то из муравьишек кинет монетку, нужно выбрать кнопку, на которой нарисована рука с поднятым пальцем. И еще муравьишка. Как бы не обидеть его. Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! Приходите еще! Пока! Ой, еще муравей идет. Нужно обязательно быть с ним вежливым. Рад вас видеть! Здравствуйте! До свидания! Пока! И еще муравейшка. Как бы не обидеть его. Здравствуйте! Здравствуй, Лунтик! До свидания! Приходите еще! До свидания! Ой, еще муравей идет. Нужно обязательно быть с ним вежливым. Рад вас видеть! Здравствуй, Лунтик! Костя, Лунтик! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! Приходите еще Пока Ну вот, вроде бы справились Пойду скажу старому муравью, что теперь все сделано Молодец, ты сделал еще одно задание Выполни все, и ты получишь приз Девушки отдыхают А правилам дорожного движения Не хочешь поиграть? Конечно хочу Какие у нее правила? В ней правила дорожного движения Нужно помочь муравью добраться от одной точки, где он сейчас стоит До точки, которая отмечена на карте Переходить он может только по переходам или под знаком Ну или когда горит зеленый свет Для того, чтобы муравей перешел, нажми на стрелку Если правила соблюдены, он перейдет Начинаем Так не честно Это не по правилам Так нельзя Так не честно Это не по правилам Это не по правилам Это не по правилам Так нельзя Это не по правилам Что-то ничего у меня не выходит Прекрасно Прекрасно Так не честно Прекрасно Прекрати мухлевать Ничего у тебя не выйдет Так нельзя Так нельзя Прекрасно Дальше Прекрасно 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 Для того, чтобы показать муравью, куда идти Он должен добраться до отмеченной на карте точки А другой точкой отмечено то, где сейчас он стоит Помни о правилах дорожного движения Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично поиграли! Муравьешка преодолел все препятствия Это все из-за моего знания правил дорожного движения Ну, и ты, конечно, Лунтик помогал Молодец! Ты сделал еще одно задание Выполни все, и ты получишь приз Привет! А чем ты тут занимаешься? Регулирует движение Ух ты! А можно и мне? Я правила уже знаю Ну, попробуй! Лунтик, сегодня мы весь день работали И очень устали Вот теперь боимся, что из-за усталости Можем даже не заметить, можно переходить или нет Конечно, могу! Что мне нужно делать? Мы постоянно будем идти через дорогу Ты только останавливай того, кому сейчас переходить нельзя Хорошо? Мне нужно вовремя остановить моих друзей Которые идут на красный свет Чтобы с ними ничего не случилось Просто нажми на кнопку «Идти» Если им можно переходить Или на кнопку «Стоять», если нельзя Стой! Красный свет! Я и так стою Теперь можешь переходить Стой! Сейчас нельзя идти А я и не заметила Все! Можно идти Ай! Извини, я засмотрелся Стой! Красный свет! Да вижу я, вижу Теперь можешь переходить Стой! Сейчас нельзя идти Да вижу я, вижу Стой! Красный свет Я и так стою А вот теперь иди Стой! Сейчас нельзя идти Ой! Спасибо, Лунтик Теперь можешь переходить Стой! Ты куда? Я и так стою Я и так стою Я и так стою А вот теперь иди Стой! Сейчас нельзя идти Ой! Спасибо, Лунтик Теперь можешь переходить Стой! Ты куда? Стой! Ты куда? Ой! Ой! А вот теперь иди Все! Я и так стою Все! Можно идти Все! Можно идти Стой! Сейчас нельзя идти Ой! А вот теперь иди Все! Все! Можно идти Стой! Красный свет А я и не заметила А вот теперь иди Теперь можешь переходить Стой! Стой! Сейчас нельзя идти Ой! Спасибо, Лунтик Все! Можно идти А вот теперь иди Стой! Стой! Ты куда? А я и не заметила Все! Можно идти Стой! 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 Ты куда? Не Плка!" Теперь можешь переходить Чуть не сбила Что-то я не заметил Все, можно идти Стой, красный свет А я и не заметил А вот теперь иди Все Стой, ты куда? Ой, спасибо, Лунтик Теперь можешь переходить Стой, красный свет Я и так стою А вот теперь иди Ай Извини, я засмотрелся Все, можно идти Стой, ты куда? Ой, спасибо, Лунтик А вот теперь иди Чуть не сбила Еле отскочил Теперь можешь переходить Кажется, все перешли Нажми на эту кнопку И увид Нажми на эту кнопку Молодец! Ты сделал еще одно задание Выполни все И ты получишь приз Что-то здесь как-то шумно Пойду еще погуляю Большой муравейник Правда? В нем живут мои друзья Муравьишки У муравьев хорошо А у Бабы Капы лучше Баба Капа летает Трудится, как пчелка Ой, она же и есть пчелка Сколько посуды Там наверняка Может понадобиться Моя помощь Лунтик Так хорошо, что ты пришел Я как раз собиралась Покормить муравьев Может быть, ты тоже голоден? Ой, спасибо, нет Ну тогда, может быть Ты мне поможешь? Да, конечно Что мне нужно делать? Выбирай предметы из шкафа Мы будем подавать на стол А я заодно расскажу тебе Что и после чего едят Это первое Суп или бульон Первое едят ложкой Спасибо Теперь мне нужно еще Столовая ложка Это столовая ложка Ложкой едят первое Большое спасибо Теперь мне нужно еще Хлеб Это хлеб Первое обязательно Кушают с хлебом Теперь у меня есть Столовая ложка Первое Хлеб И я могу Начать кушать Первое Это второе Чтобы кушать второе Нужны вилка и нож Спасибо Спасибо Теперь мне нужно еще Вилка Это вилка Ею едят второе Большое спасибо Теперь мне нужно еще Нож Это нож С его помощью Едят второе Теперь у меня есть Вилка Нож Второе И я могу Начать кушать Второе Выбери еще предмет Это чай Чай подают после того Как ты покушаешь Первое и второе Спасибо Теперь мне нужно еще Десертная ложка Сладкое Это десертная ложка Ею едят сладкое Большое спасибо Теперь мне нужно еще Сладкое Это сладкое Его еще называют Десертом Сладкое едят с чаем Когда ты уже покушал Первое и второе Теперь у меня есть Десертная ложка Сладкое Чай И я могу Начать кушать Десерт Это салфетка Салфетка нужна Чтобы вытирать руки И лицо После того Как ты покушал Теперь у меня есть Салфетка И я могу Закончить кушать Это полотенце Его нужно использовать Для того Чтобы вытирать руки После того Как мы их помыли Спасибо Теперь мне нужно еще Мыло Это мыло Перед едой Перед едой Обязательно Нужно мыть руки С мылом Теперь у меня есть Мыло Полотенцем И я могу Подготовиться К еде Спасибо тебе Спасибо тебе большое За помощь Лунтик Без тебя я бы не справилась Пожалуйста Баба Капа Ну а теперь беги Играй дальше Молодец Ты сделал еще одно задание Выполни все И ты получишь приз Пойду-ка я к своему домику схожу Ой Сколько тут оказывается народу Привет, Мила Привет, Пупсень Здравствуй, Лунтик Я пришла показать тебе Свой новый графический альбом Хочешь посмотреть? Конечно хочу Показывай скорее Вот смотри, Лунтик Тут нарисовано по две ситуации Одна правильная А другая нет Сможешь угадать Какая из них правильная? Ну я попробую, конечно Ты очень красиво рисуешь, Мила Спасибо, Лунтик Ну тогда давай начнем Поможешь мне? Мила будет показывать по две картинки На одной пример правильного поведения за столом А на второй неправильного Поможешь мне определить, как себя можно вести? Вот это правильное Верно Здесь Кузя кушает и не разговаривает при этом И все делает верно А на неправильной пчеленок Говорит с набитым ртом Вот Ну ты что? Кто же себя так ведет? Здесь Кузя Пьет суп прямо из тарелки А на правильной Пчеленок Кушает ложкой Кажется это Да Ты отлично знаешь правила поведения Здесь пчеленок Вытирает руки салфеткой И все делает верно А на неправильной Кузя Вытирает руки о скатерть Вот это правильное Лунтик Нет, конечно Здесь Кузя Ест руками А на правильной Пчеленок Кушает вилкой И ножом Вот Угадал Здесь Пчеленок Кушает вилкой И ножом И все делает верно А на неправильной Кузя Ест руками Кажется это Верно Здесь Пчеленок Кушает ложкой И все делает верно А на неправильной Кузя Пьет суп Прямо из тарелки Вот это правильное Да Ты отлично знаешь Правила поведения Здесь Пчеленок Сидит на стуле И все делает верно А на неправильной Кузя Взобрался на стол Вот Угадал Здесь Кузя Кушает нормально И едой Не кидается И все делает верно А на неправильной Пчеленок Кидается едой Кажется это Верно Здесь Кузя Помыл руки И теперь они у него чистые И все делает верно А на неправильной Пчеленок Руки перед едой Не вымыл Вот это правильное Да Ты отлично знаешь Правила поведения Здесь Кузя Не играется за столом А отложил игрушки И кушает И все делает верно А на неправильной Пчеленок Играется за столом А не кушает Ты отлично разбираешься В правилах поведения Лунтик Ты молодец Спасибо Я старался Очень хочется быть вежливым Молодец Ты сделал еще одно задание Выполни все И ты получишь приз Что это у тебя? А чтоб я знал Вроде и книжка Только картинок Совсем нет Так книжки не смотреть надо А читать Давай гляну Давайте почитаем книжку Ой Только она старенькая совсем Затерлась почти до дыр Ой Не почти И страниц многих нет Да ну их эти страницы Сами придумаем Что там дальше Ты читай Это Пожалуйста Ну хорошо Я буду читать книжку Но некоторых слов там нет Мои друзья попытаются Отгадать продолжение А ты помоги мне определить Кто угадал правильно Чтобы никого не обидеть Шнюк Тут же пошел к другу Честно во всем признался И сказал А дальше не написано Извини До свидания Здравствуйте Угадал Что у нас дальше? Однажды Баба Капа Гуляла возле дома И встретила Корнея Корнеевича Корней Корнеевич Снял каску И сказал Что же он сказал? Спасибо Здравствуйте Доброе утро Верно Продолжаем Маленький муравьишка Не всегда сам может Справиться с работой И потому Когда он просит У кого-нибудь помощи Он говорит Пропущена тут страница Здравствуйте Пожалуйста Приятного аппетита Правильно Продолжаем читать Ой А тут обо мне Баба Капа Укладывая Лунтика спать Накрывает его одеялом И говорит Ну я-то знаю Что она говорит А вы? Извини Спасибо Спокойной ночи Угадал Что у нас дальше? Камила сама часто болеет И потому Если в ее присутствии Кто-то чихнет Она обязательно говорит Что же она говорит? Здравствуйте До свидания Будь здоров Верно Продолжаем Генерал Шер Очень любит покушать Но как бы голоден он ни был Когда он садится за стол То всем остальным он желает Страница пропущена Извини Приятного аппетита Будь здоров Правильно Продолжаем читать Обычно Уходя из гостей Вежливый пчеленок Оборачивался И говорил А дальше нет страницы Приятного аппетита Спокойной ночи До свидания Угадал Что у нас дальше? Мальки Проплывая по утру Мимо окошка тети Моти Говорили ей Странички нет Будь здоров Доброе утро Спасибо Верно Продолжаем Все дочитали Нет, это ужас какой-то Так с книгами обращаться нельзя Нужно будет потом ее починить обязательно Это просто потрясающе Ты выполнил все задания Теперь мы сможем получить приз А приз Серия мультфильма про меня И моих друзей Твой диплом Напечатай в этой строке свое имя Чтобы я знал, кому выдавать диплом Ты действительно хочешь уйти? Нет Замечательно Оставайся с нами Нажми на эту кнопку Чтобы узнать имена тех Кто создал эту замечательную игру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что ж, ребята? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что будем делать? Ты действительно хочешь уйти? Да Жаль Ты обязательно вернешься Субтитры сделал DimaTorzok